вот эти бесконечные умывания ребенок выходит он почему имеет ауру не потому что он там живое у него биологическая активность какая-то наблюдать а потому что он согревался все время а теплоту души матери то есть мать она все равно закладывать но и отец конечно это безусловно потому что искра божья вот этот момент зачатия когда появляется некий такой маленький комочек жизни однозначно тут отец он не лишний понятно он играет огромную роль без этой искры ничего не может быть и вот все время это омывание это настолько вот я были моменты опасности я потом у мамы спрашивала по месяцам прям да мам а я вот чувствовала когда-то мне вынашивая что вот был такой момент ей например там чувствовалось условные это я такие семейные вещи расскажу но я думаю что это небольшая такая тайна у многих каких-то такие были потусторонние влияния у мамы во время беременности она лежала отдыхала на кровати такое некое оцепенение он будет я не могла пошевелиться и говорит ощущение что в комнате кто-то есть и этот кто-то хочет тебя забрать естественно я пытаюсь встать чтобы включить волю и как-то протест выказать но ведь не могу у меня все тело оцепенело и тогда еще сотовых телефонов не было чтобы понимали достаточно давно мое рождение и отец говорит в этот день он почувствовал что что-то дома не ладно и он отпросился причем он работал так что его с производства бы никогда в жизни не отпустил но так настоял вернулся и буквально в моменте когда мама вот лежит и плохо да и она не может ничего с этим состоянием поделать заходит он домой ну то есть все равно отец он как некое такое обережество как охрана включился состояние вынашивания поэтому мужчина это такой щит который помогает сохранить это тепло представьте себе например огонь и дует сильный ветер и тут вдруг раз и крыльями своими ангела закрыл и держит это пространство вот по крайней мере мама несмотря на то что папа очень строгий человек страницы нежности бывает внутри но вот в момент вынашивания его все время чувствую когда какая-то была опасность он всегда был либо рядом либо маму там как-то предупреждал что тебе туда не нужно то есть если в нее интуиция не до конца срабатывала поэтому отец он здесь скорее как некое обережество как охранная зона такая определенная но по крайней мере у меня было так я четко это осознавала потому что мы парные гендерные существа и здесь конечно слава почетим женщинам которые хоть как-то да выкарабкиваются вынашивают свои деток если нет мужского плеча рядом но если есть возможность чтобы это плечо было рядышком обязательно нужно сорганизовать эту вероятность эту возможность это обязательно потому что я по своему воплощению это помню что вы без папы я не знаю как бы все случалось что биологически да все нормально все хорошо там без проблем но как с точки зрения энергетики просто нужно знать что есть техники вытаскивание из людей энергии ну это вот крадники да этим всем занимается то люди которые энергетически вампирят но есть такие товарищи которые на собственном потенциале не очень-то могут выжить и они начинают потенциалом других пользоваться тем более беременная женщина целых две души да это лакомый кусочек поэтому конечно если есть возможность чтобы семья была полная нужно стараться это сделать в любом случае ребенок на тонком плане если он даже родится и помнить этого не будет он все равно будет это с течением возраста если заниматься техниками будет то он это вспомнит в моем случае вспоминать особо было нечего но потому что я я не знаю как это получилось я думала что это само собой разумеющаяся вещь которая должна быть у всех но оказалось что на первом завершим процесс деторождения вот потому что я десятерых замещала а и вязание шитье рукоделие всякое разные баскетболы в таком возрасте дена его идея вообще их нашла то есть когда у меня за ухо вытаскивали детского сада и домой заставляли идти я еще сопротивлялась поэтому мама сказала что хватит обычно родители как они думают об этом на что вот может быть кто-то еще появлю это что ты кто ты в этой позиции больше не первым а там вторым третьим и как-то мне такую вариацию не давали я спокойно ну так и так но когда я подросла и вся мощь любви обрушилась я бы так сказала родители на меня потому что они думали что ну ребенок же он же должен там таким быть и всяким и куча там заслуг должно быть а ты просто ребенок ты понимаешь что твое детство оно имеет право на существование вот тут я уже конечно подумала господи лучше нас было десять мама у меня нежный такой короткий человека папа волевой и сильный естественно папа в семье рулил и приказывал своей воли что собственно все вся челядь остальная должна делать вот и поскольку это так были моменты связаны вот ты будешь получать вот такую профессию говорю хорошо первое высшее я получаю для вас остальные высшие образования это будут чисто моими так и получилось хотел чтобы я стала математиком я им стал все принесла диплом на стол положила все вот мехмат вот на столе пожалуйста до свидания и дальше я уже пошла заниматься она подумала что математика это некая универсальная универсальная такая профессия когда ты можешь на любое производство переквалифицироваться с этим диплом в кого угодно хоть там условно в архитекторов такая вот какая-то мнимая мысль была которая его постоянно двигала на таким идее чтобы отдавать сначала отучись там но с возрастом все показала именно так что не надо было туда и особо идти знаете вот есть такие люди которые целую поцелованы богом но видимо я к таким особо не отношусь и мне нужно было разбираться ничто легко мне когда жизни особо не давалось плане обучения но я очень усидчивая была всегда в школе и мне было интересно а почему так и когда доходила до какого-то открытия и вдруг я понимала что это такое с точки зрения физики химии математики до какой-то теоремы ты добираешься ты понимаешь почему там так и тебе понятно объяснение это такое удовольствие такая радость что ты додумался это же такое класс потому что дети которым дается все легко они не ценят своих знаний они понимают что это такое но я думаю что это хорошо это очень хорошо что все так потому что если бы было слишком легко с детства я бы не ценила знания вообще я бы не понимала что это какая-то великая ценность которого нужно сохранять ведь если знания нет ну что но есть некий внешний потенциал который рано или поздно заканчивается в нашей жизни а внутренний потенциал все твои навыки способности возможности это тот багаж который ты с собой будешь нести и очень много поколений жизни очень здорово когда это есть я вспоминаю свои муки и терзания когда все спят уже давно третий час ночи от записываешь сочинение вот наверное не было бы этих сочинений не было бы книги не было вообще бы ничего поэтому я рада что все очень вот кто знаком с астрологией вот у меня меркурий в натальной карте находится знаки козерога это такой момент который определяет склад ума то есть мне нужно во первых все по полочкам но память она либо ты и дашь все структурировано четко и ясно либо она вообще не запомнил если перевести на русский и выразиться несколько грубо это тугодум и единственное это когда тебе все понятно когда ты запомнишь если тебе хоть что-то непонятно ты просто нет и не зазубришь это вот все выскочит из головы это все уйдет и когда я коснулась нашей истории моя память сказать что это как это возможно почему такие нестыковки кто-то куда-то бежит кого-то завоевывает во-первых я стала запоминать только основные веки которые собственно они и сейчас правильнее ну то есть я когда я истинную историю стала уже по скрытым всем каналам узнавать да и даже то что я помнила из школьной истории это как раз тем что есть сейчас налажал все остальное все эти лживые подробности они как бы ускользнули то есть их уже не было в моей голове и я поняла что когда ты заучиваешь очень быстро тебе что-то дается ты не запоминаешь ну то есть ты просто прочитал ты машинально рассказал на уроке и все и ты считаешь что это пятерка и до свидания а когда тебе приходится анализировать проникать ситуацию для того чтобы вообще понять чего там происходило без чего сыр-бор почему там определенные какие-то войны случились или что-то еще как это зачем это было нужно ты пока вдумываешься ты уже запоминаешь соответственно если там ересь точно запомнишь то есть ум вкратчивый он пытается все по полочкам разложить вот исходя из этого я думаю что очень многие открытия стали проявляться мне было интересно хорошо думаю ладно там в истории есть какие-то вихи и что ты там изучаешь а где же персонажи кто они такие я напомню да что я выросла в то время когда интернетом еще и не пахло были только библиотеки я выписала всех персонажей кого я не понимала что кто они вообще откуда не взялись потому что и кто помнит учебники истории это просто перечень дат с описанием неких событий там вообще подробности очень мало ни внешности ни характера ничего я стала понимать что где-то половина из тех персонажей которые выписала у них либо жены имеют одинаковые имена либо они родились на одной и той же территории либо например у них были внешности очень похожи и я не понимала как это вообще может быть но то есть у меня уже тогда закрались некие сомнения что дубликаты то есть у нас получается что вильгельм пятый там условно да там с нашим петром там первым да очень похож но абстрактные говорю да как почему если они родились в одно место за что они воевали ну то есть непонятно да еще в одном времени и вот эти нестыковки когда ты начинаешь копаться не ради того чтобы докопаться потому что он не позволяет запомнить зазубрить ты просто должен разобраться все и все стало на свои места поэтому подлилость ума наверно приводит к неким открытием но это иногда бывает на уровне сенсорики человека у чувствуешь что здесь что-то не так иногда бывает на уровне гениальности поцелованные богами в лоб и он там чувствует что вот здесь я четко знаю что здесь вранье на поскольку инструмент разное у меня нашелся вот такой инструмент к этому подходу мне было интересно поэтому я потихонечку в этом всем разбиралась но и меня беспокоил этот факт что как так неужели наша программа жизни она может быть настолько простой ну как так родился детский сад школа университета родила ребенка купил холодильник квартиру машину помер опять родился тра-та-та-та-та-та-та помер это все вот это все то есть вот это наша жизнь ради этого мы сюда приходим ну плюс-минус там если врач что он жизни дать чуть больше спасать если пожарный он по своему жизни спасает а если менеджер или там какой-нибудь токарь-слесарь то тут вообще да чисто техническая жизнь ты выполнил работу пришел домой и не было непонятно но неужели вот это смысл жизни это ради этого мы сюда приходим ради этого я сюда летела у меня все было нестыковка я все не понимала как такое может быть неужели наша душа она настолько проста в своем исполнении что те цели которые мы себе внешне поставили они должны смыкаться только на этих позициях и постепенно я поняла что во первых вечная жизнь это норма вечно от слова значит всегда то есть вечная жизнь это норма что здоровье это норма мы не должны вообще не стареть не болеть это абсолютно адекватная ситуация у нас не должно быть болезни в принципе потому что любая смерть она насильственна потому что смерть это с мерами мы должны просто засыпать у нас литургический сон когда у нас аутолиз проходит растворяются всякие ненужные вещи в нашем организме мы просыпаемся мы живем дальше отсюда и дольмены отсюда и склепы где лежали люди для того чтобы проходил тот самый литургический сон который называется пастос это длительный сон который длится больше девяти месяцев а нам сейчас вот сказали что якобы смерть это нормально но это обман это фикция так не должно быть медицина сходится все к примерам уже которые там лечат следствие они причину это тоже обман питание сплошной обман я же не говорю про химию который там содержится но те же самые пасленовый который содержит солонин от солонина клетки съеживаются и членок нет роста то есть мы стареем поваренная соль соль мы стали два века назад только кушать когда оно давление с 9 атмосфер упало до сегодняшнего то есть мы были воздухоплавателями отсюда у нас болезни позвоночника их не должно быть вот почему мы все у нас позвоночник s-образный он должен быть прямой без лордозов без искривлений без сколиоза